Радио 54 Расчищаем разрез Стенку вертикального обнажения Либо просто выковыриваем из нее Камни молотком Описываем, тщательно документируем Складываем в мешочек и в рюкзак После этого, когда у нас собирается Большое количество, мы так или иначе Переправляем эти камни в Новосибирск Либо с собой везем Либо по почте посылаем, либо как-то еще И уже здесь начинается Главная работа Вот этих крошек мы извлекаем Из наших образцов Тонко измельчаем, когда это нужно Чтобы сделать какие-то одни виды анализа Или наоборот, собираем вот эти маленькие Кристаллики, помещаем под микроскоп Электронный или оптический Изучаем их там Используем специальные методы микроанализа Когда размер анализируемого вещества Измеряется тысячными долями миллиметра И все Вот это у нас аккумулируется И это мы используем Для дальнейших интерпретаций А давайте уточним молодые извержения Это что имеется ввиду? Вот это самое интересное Вообще У нас считается Молодым все, что произошло Ну, моложе Сейчас скажу Скольки Точно могу ошибиться Ну, по крайней мере В районе четырех миллионов лет Ближайших А, ну так это понятно Это все вот буквально Сейчас успокоили Недавно Да, это абсолютно недавно Потому что то, что произошло 10 тысяч лет назад Это буквально то, что происходит сейчас Новосибирск расположен сейчас В очень удобном с точки зрения геологии месте Под нами область, которую можно назвать стабильной плитой То есть она стабильная В ней, если есть какие-то разломы То они давным-давно залечились Стали спокойными, тихими По ним не происходит никаких движений Но Новосибирск, помимо всего этого Расположен на границе двух огромных территорий Это западно-сибирская плита Вот этот стабильный блок И Алтай-Саянская складчатая область Наш горный Алтай замечательный Куда многие любят ездить А это не стабильная область Это область современных геологических движений И вот не такое уж давнее А по нашим геологическим меркам Сейчас происходящее землетрясение Которое было там сколько-то Я уже забыл Лет 10 назад Да, вот недавно Лет 10 назад Вот Оно как раз является Отголоском того Что происходит на Алтае И на самом деле даже еще дальше То есть что произошло тогда Индия только чуть-чуть подтолкнула нас Ну немножечко И мы в Новосибирске это почувствовали Вот это вот то, что и было Ну так на пальцах, да? Индия подтолкнула Индия подтолкнула, да Индия просто Она где-то около 15 миллионов лет назад Врезалась в Евразию И с тех пор вот началось Вот нашли люди такой минерал Который прозрачный, красивый, уникальным цветом Обладает совершенно Потрясающим Из новенького что-нибудь Из новенького это танзанит Оу Вот Это в общем-то совершенно Такой тривиальный минерал Цейзит Который встречается Во всем мире Но вот конкретно в Танзании В нем есть небольшая примесь Ванадия Которая придает ему Великолепный Такой синий-фиолетовый цвет Потрясающий Очень глубокий Вот И только в этом месте Больше нигде И вот он стал Довольно популярным Драгоценным камнем Со временем Ну тот же самый чароид Я уж не могу вам сейчас сказать Когда его нашли Ну где-то вот в конце 20 века Это произошло И уже практически к самому концу 20 века Месторождение было исчерпано То есть это уникальные вещи То есть он закончился Факт Его больше не будет Ну По крайней мере В ближайшее время точно Да Вот И больше нигде в мире этого нет То есть кроме того Что драгоценный камень красивый Он еще должен быть уникальным Его нужно трудно достать Вот тогда он действительно Ценностью высоко обладает Твой дом Твоя область Новосибирск 106,2 FM